Это теперь мытье посуды, обычная процедура, а раньше настоящий возврат в прошлое с ведром и тазом. Ксения Демьянова с семьей год назад начали строительство дома на земельном участке улицы Тепличная. Все делали как полагается. Подали заявку на подключение к воде, разрешение получили, а вот воду нет. Сказали ждите. Когда терпение лопнуло, обратились к главе города. Он-то и дал поручение новому начальнику муниципальной ресурсоснабжающей организации решить проблему людей. Очень плохо, очень тяжко. Вода была привозная. С детьми очень трудно жить без воды. А проблема оказалась совсем не проблемой. Вода в доме появилась в тот же день. Теперь необходимо переоформить проектно-техническую документацию с прежнего предпринятия на новый МОП «Водоканал» и заключить новый договор. Хорошо. Я вам передаю два экземпляра заявления. Держите. Всех потребителей воды, у кого не доведена документация до логического завершения, сейчас ждут в муниципальном предприятии «Водоканал». До 1 декабря необходимо оформить все договоры. Весь пакет недостающих документов можете предоставить в Центр оказания услуг ресурсоснабжающей организации. Вас там ждут, окна с 1 по 10 работают и принимают. Муниципальное предприятие «Водоканал» располагается там же, где раньше работал Сочи «Водоканал» на Гагарина, 73. Здесь же и абонентский отдел, и юридический. Поскольку архивы предприятия прежний поставщик вывез и еще не вернул, МОП начинает формировать базу заявок заново. И волокиту устраивать не намерен. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует...